Выемка документов – это встречающееся достаточно редкое мероприятие налогового контроля. Оно означает следующее. Во-первых, из пункта первого следует следующее, что может проводиться только в рамках выездной налоговой проверки. Хотя Минфин считает по-другому, считает, что и в рамках камеральной проверки можно это сделать. Второе – то, что должно быть мотивированное постановление. Какая мотивировка должна быть в постановлении? По-хорошему, здесь два обстоятельства. Первое – то, что при запросе документов по статье 93 налогоплательщик не представил эти документы. И, соответственно, есть возможность тогда применять выемку. Это прямо указано в статье 93. Либо, если у налогового органа есть подтверждение того, что документы могут быть уничтожены, изменены, подменены. Но вот это требование о том, что должны представляться доказательства, трактуется достаточно широко. Что Минфином, что ВАСРФ. И они указывают, что необязательно в постановлении приводить доказательства того, что, например, документы могут быть уничтожены, изменены, подменены. В качестве основания может быть и то, что, например, документы требуются для экспертизы. На наш взгляд, это слишком широкое оттолкование статьи 94. Помимо того, что, на наш взгляд, опять же, имеется противоречивая судебная практика по поводу того, чем можно мотивировать выемку документов. То есть, в одних случаях суды указывают, что обязательно нужно приводить доказательства того, что налогоплательщик может уничтожить, либо уничтожить, подменить документы. В других случаях он говорит, что могут быть и другие основания. Поэтому, если вы не собираетесь уничтожать, подменять документы, то оспаривать выемку у вас есть основания. Остается неясный вопрос, нужно ли до выемки предъявлять требования предоставления документов. Вообще, по логике, безусловно, нужно. Потому что, чтобы понять, что, ну, то есть, по логике нужно, это следует из статьи 93 НКРФ. Но, как я уже сказал, такая противоречивая практика, поэтому вполне может быть, что вы даже требования предоставления документов не получали, а к вам придут с мотивированным постановлением о производстве выемки. Такие случаи, конечно, нужно оспаривать. Что должно, ну, при выемке документов, что должно изыматься? Вообще, вот, из пункта 8 статьи 94 можно сделать вывод, что прежде всего должны изыматься именно копии документов. То есть, у вас берутся оригиналы документов, с них снимается копия, копию забирает налоговый орган, оригиналы у вас остаются. Вот, только в том случае, если копий недостаточно, да, забираются оригиналы. Вот, но, к сожалению, ФНС и практика идёт по тому, что сразу забираются оригиналы документов. Необходимо обратить внимание на процедуру проведения, то, что проводится выемка в присутствии понятых и составляется протокол. Точнее, даже не протокол, а опись. Опись изъятых документов, и она должна составляться достаточно подробно. Если этого не происходит, да, то есть, опись, скажем, в каком-то общем виде составлена, то и саму выемку можно оспаривать. И даже на этом основании есть прецеденты, что оспаривается законность решения. Да, то есть, у вас изъяли документы, составили на основе этого, на основе анализа таких документов решения, но вот провели, но опись выемки составили в общем виде, да, то можно оспаривать не только саму выемку, но и решение по выездной налоговой проверке. Применительно к статье 94-й имеется значительный пробел. Пробел заключается в том, что не установлено порядка возврата изъятых документов, прежде всего оригиналов документов. То есть, не установлен ни порядок обращения за возвратом, ни сроки исполнения. Но здесь, полагаю, необходимо применять по срокам. Ну, то есть, понятно, что обращаться будем в свободной форме. А что касается сроков, то необходимо провести аналогию, скажем, с 10-дневным сроком предоставления документов, которые установлены в статье 93-й НКРФ. Это вполне логично, да, то, что если уж налогоплательщику, чтобы собрать документы, да, сделать копию, предоставляется 10 дней, 10 дней, то уж налоговому органу, чтобы просто вернуть оригинал документов, 10 дней предостаточно.